До конца апреля во всем крае от маленьких поселков до крупных городов будут усиленно наводить чистоту на улицах после зимы. Это уборка площадей, рынков, общественных мест и посадка деревьев. Особенно местным чиновникам придется побороться со стихийными свалками, обратил внимание Александр Ткачев. Я дал распоряжение о том, чтобы сейчас по краю мобильные группы разъехались, посмотрели ситуацию. Сам очень много езжу по краю, особенно у нас ситуация хуже стала, я подчеркиваю, в населенных пунктах вдоль дорог, и краевых, федеральных, особенно вдоль посадок. У нас уже это стало за правила. Человек выезжает в багажнике, возит мусор, высыпает и уже, так сказать, просто там практически незаконная какая-то мусорная свалка. Это позорит наш край, это недопустимо. Коллеги, будем отслеживать, мониторить ситуацию, еще раз объехать, посмотреть, дать задачу, поставить субботниками, как угодно. Есть дорожные организации, сама администрация, выходить и собирать этот мусор, мешки вывозить его, потому что появилась маленькая кучка, потом через месяц уже это целая мусорная свалка. Надо работать с населением, говорить. Если мы не будем убирать мусор, если у вас не будет вокруг чисто, значит мы просто людей не приучим. Вы делаете это не для меня, а для себя, для жителей. Такие генеральные уборки в крае проходят уже 13 лет. И по статистике в год в среднем после месячника высаживается 20 тысяч деревьев. А чистой от мусора становится площадь в 30 миллионов квадратных метров. После всекубанского месячника выберут самый чистый город и станицу в крае. А победитель будет участвовать уже в конкурсе на звание самого благоустроенного города России.